Наконец-то мы добрались до города Санкт-Петербург, и у нас сегодня в гостях группа Северный Флот. Это участники, так называемого, золотого состава Короля Ишута, Яков и Поручик. И сразу хочу вам показать одно видео, очень старое, с вашей птицей. Мужики, 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 все, стоп, стоп, стоп. Играем на стиле шкафа, ну, ну, знаю, короче. Так, что вы, ближе? Поручик, ну ты, конечно. Почал я одену, а потом... Смотри, пыша. Дэточку компонаж. Распект посвящения. Это какой год? 96-й. 96-й? Я так думаю. Да, да, скорее всего, 96-й. Действительно ли вот песни создавались так, как Горшок, или Горшок, у нас уже готова какую-то музыку? Вот, как это происходило? Если про эту точку. Если про эту точку, Миха просто на гитаре приходил, играл мелодию и пил рыбу. И остальные участники, которые находились в этот момент вместе с ним, они как-то его поддерживали музыкально. Как умели. И после этого рождалось какое-то произведение. Как это было? Что вначале было? Стих или мелодия? На чем это построилось? Всегда мелодия. Да, потому что Миха всегда приносил сначала на пятую рыбу, как Горшок говорит. И на нее уже там задача Андрюхи была написать стихи. Он пел на вымышленном языке? Да, но рыба – это общая музыкальная терминология. То есть это просто несуществующий язык, который просто расставляет акценты, количество слогов, чтобы было понятно в песне, мелодии, мелодический ход. Миха называл его старый англо-саксонский язык. Я цеплял, суди мою смерть. Позву и мою залупу. Ребята, в интернете я наткнулся на одну фотографию, хочу мне это уже показать сейчас. 14-й год. Начало тура нового, ну, первого тура группы «Северный флот». Практически в первом городе, по-моему, это Калуга, если не ошибаюсь. И вот мы обклеили автобус своими логотипами и поехали в 37 городов. За сколько времени? Ну, месяца-полтора ездили. Это действительно ли у вас есть свой автобус? Нет. Ну, естественно, мы арендовали. То есть, есть транспортные компании, которые автобусы там предоставляют на тур. Просто среди музыканцев ходил в байке, что украли, что есть свой автобус? Хорошая байка, пускай ходит. Отлично. Самый вот любимый альбом, может быть, есть такой? Любимый, наверное, все-таки камнем по голове. Даже по той простой причине, что я меньше всего вкладывался в аранжировки, в создание этой пластинки. А для меня она как-то вот... Я больше в праве ее хвалить сейчас, потому что меньше для нее сделал. Но я, конечно, все записывал. Не всю, естественно, по мере возможностей. Но мне она нравится музыкальная и как наиболее цельная. Вот просто вот выстрел, все песни хороши. Вот нет ни одной плохой. Это действительно так. Это, мне кажется, редко для пластинки. Где еще там 22 песни, если не ошибаюсь? 22 хороших песни. Ну, феерия. До сих пор с удовольствием слушать. Слушай, мне нравится последняя работа, именно акустическая. Но мне нравилось больше ездить толпой, стоять на сцене с виолончелями, с перкуссиями, с гитарами. Тоже было хорошо. Да, вот это было круто там. Последний альбом, конечно. Нет, это Театр Демона. Корпоративы? Нет. Никогда не играли. Никогда не играли. Нет. Был один корпоратив смешной. Не знаю, корпоратив или нет, денег у группы не было. Булунов пробил концерт в детском садике коммерческом, где его мама работала. И нам заплатили 100 баксов за этот концерт. Мы для детей сыграли какие-то князинские песни в основном. Ну, предлагали? Да, конечно. Неоднократно были серьезные предложения там. Ну, корпоратом как-то не лежала у него душа. И всегда, не, нафиг, не будем. Это была импровизация на каждом концерте. И он не представлял себя делать эту импровизацию перед толпой людей, которые занимаются своими делами какими-то. Они могут там есть, пить, что-то все. Он не знал, как он себя будет все вести. Я знаю, как он сам. Это хорошо, что корпоратив приехали. Он был бы только один этот корпорат, после чего были бы проблемы. Отчего этот ключ? Почелуй меня в жопу. Через сколько вы смогли уже жить просто музыкой, не отвлекаясь на основную работу с того момента, как начали? В 98-м году я ушел с работы. В 98-м году? Да. Потому что в 96-м вышел. В 98-м году я ушел с работы, потому что ребят остальные там не работали. Яков учился в аспирантуру. Я тоже работал, потом тоже ушел. Где-то в 97-м, наверное. Да, и поэтому уже репетиции были в 11-12 утра. То есть Миха с Андреем хотели уже приезжать в своей творческой жизни, хотели приезжать, уже репетировать там весь день. И поэтому стоял выбор. Это либо заниматься музыкой, либо идти дальше работать. И поэтому ушел, и потом у нас как-то какие-то концертики. Ну, что еще концертики? В 98-м уже был полный Ленцовета. Я думаю, в 97-м это было скорее. В 97-м закончен. А Ленцовета сколько тогда собирал? Ну, по-моему, 1800-2000, а с состоящим партером больше даже могло быть. То есть, большой зал. То есть, мы сегодня отыграли Ленцовета, а на следующий... Через три месяца уже был, говорит, спорта юбилейный. Первый концерт. Это было начало 99-го года. То есть, пошел уже вал такой сразу же. Но это все было ступенчато. То есть, мы сначала начинались с клуба 50 человек, 100 человек, 200 человек. Потом пошла эпоха полигона, клуба полигона. Там мы собирали, там, допустим, 400 человек, 500. Там-там? Там-там я ни одного концерта там с Королью Шут не сыграл. Но там, видимо, все-таки сборы были. Ну, 100 человек там было. Я был на концерте там. Не скажу, что было очень много народу. В смысле, что все было ступенчато. Не было такого раз, вот, и вот группа стала там знаменитой. Все это было постепенно. То есть, около 9-10 лет заняло творческий путь, чтобы начать зарабатывать музыкой. С нуля, да. Почему Северный флот не стали продолжать традиции вот этого хоррор-банка? Ну, собственно, мы не ставили себе задачу повторять то, что делал Королью Шут. Мы ни в коей мере как раз подчеркивали, что мы не Королью Шут. Новый коллектив – это новая группа с новым материалом, с новым подходом, с новыми песнями. Ну, новое все за исключением музыкантов, которые перешли в полном составе из группы Королью Шут. Поэтому мы зарабатываем как Северный флот, играем как Северный флот. И все люди, которые приходят на наш концерт, они приходят на наши песни, а не на старый бэкграунд. То есть мы не ретро-бэнд, который играет за старье, сходите на меня еще раз. Вот такие дела. Но мы, конечно же, не стали, естественно, не стали копировать манеру Андрея Князева написания стихов, ну, как бы это было бы глупо. А хочется, в принципе, продолжать вот тот путь? Хотелось бы с Гошком этот путь продолжать. А без Михи этим заниматься бессмысленно и глупо. Ребята, какие планы на будущее с группой Северный флот? Что хотите делать? Может быть, какие-то туры, какие-то грандиозные концерты у вас? Да, у нас, собственно, пятилетие идет, так как уже незаметно с 13-го года прошло 5 лет практически уже скоро. И этой осенью мы едем в тур праздновать день рождения группы 5 лет. Москва-Питер, большие концерты, регионы концертов, наверное, 40. Надеемся там поехать. Большой тур. Поэтому приглашаем всех. Welcome. Я оставлю ссылочки на альбом группы Северный флот и на их сайт, где вы найдете полное расписание концертов, так что идите и угорайте порога. Ребята, хочу показать вам еще одно видео, достаточно тоже старенькое. Хорошо, откроем, маленький секрет. Я буду седала Мануриевская Ленинград. За деньги, без, если за деньги какие-то какие. Слушай, какой у тебя еще открыт секрет, да? Смотри, у самого умного здесь стоишь, да? Нет, я не самому умный. А что ты за такую хуйню спрашиваешь, а? Классическое интервью. Спустя 15 лет, да, почти, можно ли узнать, сколько все-таки зарабатывал Король Шут свои лучшие вот те годы? Лучшие? Очень мало, как ни странно. Ну, сейчас вот просто сложно себе представить, но мы играли там стадион за сумму, за которую сейчас как бы средняя клубная команда зарабатывает за маленький клубчик 16 тонн, к примеру. Не в 16 тонн денег, а клуб 16 тонн. Нет, я знаю, он вмещает 5 человек 500-600. Ну, вот об этом и речь. То есть нас, в принципе, не хочу сказать, что мы дували, но мы как бы были молодыми, глупыми и естественными, не очень понимали, как работает бизнес. И я думаю, что если бы сейчас вот со всеми нашими знаниями сегодняшнего дня мы попали в те годы, мы бы зарабатывали очень прилично. А так нет, ну как бы нам хватало на жизнь, на существование, то есть на... То есть это не были миллионы? Миллионов не я. Ну, как бы накопительно. Ну, мы купили себе по квартире, то есть не самый большой и не по самым большим деньгам, когда они стоили квартиры дешево. То есть, тем более, в те годы рынок был не таким страшным, как сейчас. Ну, собственно, и все. И в Майя, ни у кого нет. Я хотел бы вам показать свое видео, свое видео в рамках программы Изирок. Даже не программы, а рубрика Изирок, где я попытался воссоздать ту музыку, тот текст, тот стиль, узнаваемый короля из шуток, хоррор банка с 96-го года, который бы, как мне кажется, смотрелся бы в альбоме «Камни по голове» эта песня. Я попрошу сейчас посмотреть и оценить вот по чесноку, прям сказать. Если это будет хрень, то вы так говорите. Так напрямую. Хорошо. Это история о том, как трое братьев очнулись связанными в темном подземелье. Куда же мы попали? Вот проклятье! Их ожидало то еще веселье. Братья обсуждали, как оказаться на свободе, не заметив старика, что в углу лежал лакмотик. Старший прожитал, ну что ж, я нас вытащу отсюда, я припрятал в сапоге свой нож. Вдруг в углу раздался хрип, славно братцы говорите, мол, был им седой старик, вы меня с собой берите. Я сижу здесь много лет, в замке каждый угол знаю, я отнюдь не их съездной обез. Вот что скажу я тебе, милый друг, завтра ты будешь сидеть уже без рук. Они съедают добычу по частям, может быть, даже дадут чего-нибудь и нам. Только наступила ночь, братья от Перефаковой, наутек пустись прочь, взяв из старика седого. Бег, веди жена скорей, укажи путь на свободу, помоги нам, старый дуралей. И завел старик их зал, тот, что полон мыл охраны, усмехнулся и сказал, что ж прощаться знать пора нам. Я сижу здесь много лет, в замке каждый угол знаю, я не их съездной обед, я лишь пищу охраняю. Вот что скажу я тебе, милый друг, завтра ты будешь сидеть уже без рук. Они съедают добычу по частям, может быть, даже дадут чего-нибудь и нам. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Басовая гитара, но все узнаваемо, да, очень похоже. Пришлось годами изучать, потому что творчество подхватывает. Тембр, нет, тембр подхвачен Андрюхин в доступлении, очень убедительно. И Михина, ну хорошо, да, действительно здорово. А мы так не звучали в тех годах. Я очень рад, что понравилось как основателем. Шикарный шарш, я считаю. Я такой, думаю, первый куплет, сука, длинный, потом второй куплет, такой же длинный. У нас так же, да. А потом соло, и вот на гитаящей части, финальная, все биздец. Нам ставят, ха! Да-да, хоя. Опять же, все биздесущие хоя. Спасибо по веселью. Спасибо вам огромное, ребят, что пришли сегодня и дали интервью, раскрыли, может быть. Да нет проблем, мы ничего не раскрыли толком-то, ничего не сказали по поводу секретов, как стать звездой, мы не знаем. Ну, секрет-то он один, наверное, просто надо делать. Жопа-часы, знаешь, это числы, проведенные с инструментом на жопе, они очень сильно помогают стать звездой. Спасибо вам еще раз, ребят. Очень рад был с вами поручаться. Взаимно. Субтитры сделал DimaTorzok